Ну, два момента. Учитывая, что наш разговор иногда напоминает митинг, я тоже люблю свою страну и тоже считаю Януковича преступником. Есть базовое основание. Это президент, который предал присягу украинскому народу, держа руку на преступницкий в Англии. Все остальное это производная и составляющая, и коррупционная, и криминальная, и прочее. Это самое важное. У нас почему-то то, что связано с клятвой и сакральным, на десятом месте, а поэтому и суды, кстати, на десятом месте. У нас о судах говорят, как о кафешке, извините. А теперь, что я вижу вот с этими деревьями и лесом? На мой взгляд, самое опасное, что проявилось в эти дни. Причем проявилось оно не только в связи с сегодняшним событием вокруг суда. Оно проявилось уже и вокруг Интера, оно проявилось в день годовщины Майдана. Это хорошая постановочность и опереточность событий в самом Киеве. Более того, можно говорить о том, что в этой опереточности решаются две проблемы. Ну, во-первых, идет большая внутренняя возня во власти, само это очевидно. И все более концентрировано и более активно ведет себя, так называемая, партия войны. Я бы не сводил все к партии политической. Фронт это или не фронт, партия войны, которая реально сталкивается с угрозой того, что ее спишут. А может даже и осудят вместе с преступниками прошлого режима. Вот почему такая активизация. Это уму непостижимо, когда лица высшего ранга говорят, как может и должен поступать суд.